Дорогие друзья, Дорогие друзья, доброе утро, добрый вечер, приветствую вас в прямом эфире, я Максим Упаксим, некоторые говорят, что это у тебя за дым, я сразу же хочу обозначить, это кофе, возьмите вашу кружечку кофе, если у вас утро, если у вас вечер, возьмите кружечку чая и будем общаться. Итак, хочу поприветствовать всех наших друзей, кто смотрит у нас через спутник и хочу сказать вам присоединяйтесь к нашей интернет-общине Дом Веры. Вы можете во время прямого эфира задавать мне вопросы, если пройдете на сайт домверы.ру, пройдите пожалуйста на домверы.ру и задавайте вопросы во время эфира, задавайте вопросы, комментируйте, общайтесь. Кстати, у нас очень много друзей, которые общаются вместе с нами прямо в прямом эфире, прямо сейчас, поэтому пройдите на сайт домверы.ру, будем очень благодарны. Кстати, я Максимов Максим и хотел бы с вами строить отношения долгосрочные. Мы каждый день здесь приходим, мы находимся здесь каждый день в это время, сейчас идет прямой эфир и, конечно, если это в записи на ютюбе, то это уже не прямой эфир, но мы каждый день, кроме субботы и понедельника, встречаемся здесь в прямом эфире и благовествуем Евангелие Иисуса Христа. Поэтому давайте вместе проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит вас. В прошлой передаче, в прошлых двух передачах мы начали с вами говорить о победах. И мы сказали, что побеждающий наследует все. Вообще, позиция христианина сражаться, побеждать. И я вам рассказал об откровении, которое Господь дал мне, очень серьезное откровение, откровение о победах. В книге апокалиптической, последней книге откровения во второй и третьей главе написано «Послание семи церквям». Написано «Послание семи церквям». И эти семь церквей представляют… Существуют разные мнения, что они представляют. Но эти семь церквей, они имеют зашифрованное послание. Давайте так скажем. Все начинается с того, что говорит Господь ангелу такой-то церкви, напиши. И дальше сказано, что написать ангелу такой-то церкви. Напиши, что вот это, вот это, но имею против тебя это. То есть, послушайте. Здесь, если мы смотрим в Священное Писание, посмотрите. Когда мы смотрим в Священное Писание, то обнаруживаем такую вещь. Что здесь, в каждой церкви, Господь дает свое послание. Дает свой анализ их работы. Дает свой анализ того, что они делают. И потом, в конце каждого послания написаны такие слова. «Имеющий уши слышать, да слышит». «Имеющий ухо слышать». Я обратил внимание на это в конце каждой. И потом сказано «побеждающий». И дальше описывается. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни». Сказано в первой церкви Ефесской. В последней церкви написано, Ладикинская написана. «Побеждающий дам сесть на престоле». И когда я молился, в молитвенном размышлении был. Я вдруг понял. Здесь говорится о начале. «Побеждающий» — это «дам вкушать от древа жизни». Это когда мы приходим и получаем от древа жизни. В прошлый раз мы говорили, древо жизни — это когда ты приходишь в Божье царство и вкушаешь от древа жизни. Помните, Адама и Ева Господь изгнал из Едема. И он сказал, уходите отсюда после грехопадения. Поставил ангела и охранять Едемский сад. Чтобы они не пришли и не вкусили от древа жизни. Об этом мы можем видеть в первых, первых, с самого начала Библии, где написаны вот эти слова в конце третьей главы. В конце третьей главы последний стих. «Бог изгнал Адама и поставил на востоке усады Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Бог поставил ангела охранять путь к древу жизни. Через Иисуса Христа мы получили доступ к древу. То есть первый шаг, с чего все начинается, первый шаг, это древо жизни. Седьмой уровень, когда мы читаем Откровение, сегодня будем читать из Откровения 2-3 главы. Третья глава и последний стих. Здесь написаны такие слова. Даже не последний, 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». «И как и я победил», 21 стих. «И сел с Отцом моим на престоле его». Посмотрите. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Третья глава, 21 стих. «И как я победил, сел…» То есть он даст сесть на престоле. То есть мы можем оказаться на престоле. Первый шаг, первый шаг – войти в Царство Небесное. Последний шаг – оказаться на престоле. Первый, последний шаг. То есть когда мы попадаем в Божье Царство, это не конец пути. Это не конец пути. Это начало пути. Это не конец путешествия. «Ура, я добрался до неба!» Нет, 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 нет. Дорогой человек, наша задача не добраться до неба. Наша задача – жить на небесах. То есть наша задача – находиться на небесах. Наша задача – пребывать на небесах. Наша задача – обитать на небесах. Наша задача – пребывать на небесах. Побеждающий наследует все. Очень интересная мысль. Хочу обратить внимание, что между этой ступенькой – начало и седьмой ступенькой – есть вот эти пять еще ступеней. Когда вы пришли в Божье Царство, позвольте мне вот такую мысль сказать. Когда вы пришли в Божье Царство, вы получили древо жизни. И здесь возникает вопрос – а можно ли потерять спасение, когда человек покаялся? Конечно же можно. Я уже пастором 25 лет. Я вижу, как многие люди теряют спасение. Многие люди теряют жизнь вечную. Теряют отношения с Богом. Многие люди теряются. Многие люди реально теряются. Они теряют взаимосвязь с Богом. И фактически после покаяния есть шанс, не укоренившись во кресте, отпасть от Евангелия. И поэтому вторая ступень, вторая победа. Если первая победа – просто прийти и покаяться, то вторая победа, она говорит чуть серьезнее. Побеждающий. Давайте посмотрим. Это написано вторая глава Откровения Смирнской Церкви и стих 11. Откровение 2, 11. Вторая глава, 11 стих. Здесь написано. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Первый шаг – вкушаем от древа жизни. Мы кушаем. Запомните, что мы должны кушать. Это первый шаг. Вот это фундамент. Это фундамент. Мы вкушаем от древа жизни. Второй момент. Мы не потерпим вреда от второй смерти. То есть, мы будем, как бы это сказать, укоренены. Мы не отпадем от Евангелия. Следующий уровень победы – не только войти в Царство Божие, но и закрепиться. Непобеждающий, давайте посмотрим от обратного, потерпит вред от второй смерти. Если вы не будете побеждать, то тогда искушение и зло вас могут одолеть. Могут одолеть вашу жизнь. Могут одолеть ваше пребывание. Послушайте, драгоценные мои. Если вы, я просто вот стучусь к вам в ваше сердце. Если вы строите отношения с Богом, запомните, покаяние – это не все, что должно произойти в вашей жизни. Это только начало. Покаяние – это начало. Это не финал. Следующий шаг. Нам нужно, впервые все преодолевшие. Писание говорит, чтобы мы все преодолевшие устояли. И вот здесь возникает второй момент, когда мы движемся и определяемся, остаемся ли мы с Богом или мы не будем с Богом. Остаемся ли мы в Царстве Божьем или не остаемся в Царстве Божьем. А определяется тобою, укореняешься ли ты в Божьем Царстве или нет. Многие люди придут и с радостью скажут – Господи, Господи! А потом, когда наступит гонение, когда наступит давление на слово, когда придут какие-то вещи, они отпадают. Они просто исчезают. Вопрос. Первый уровень. Откровение сказано – вкусить от древа жизни. И многих людей видел, которые сказали – Господи, прости меня, грешника. И они вкусили от древа жизни. И в Писании, говорит, открылись у окна небесные. И врата Царства Бенебесного открылись. Они зашли. Но как они зашли, так и вышли. Знаете, такая песня. Фигара там, Фигара здесь, Фигара там, Фигара здесь. Фигара, 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 Фигара. Помните эту классику, да? Когда Фигара туда-сюда пытался. Многие люди желают жить на два. На два Царства. Он вроде и с вашими, и с нашими. И там, и сям, и там, и сям. Он пытается услужить двум господам. А Писание говорит – не можете служить двум господам. Не можете служить двум господам. Аллилуйя. Не можете служить двум господам. Драгоценные мои. Я обращаюсь к каждому из вас и стучусь в ваши сердца. А что нам делать? Укореняйся в Боге. Если что-то происходит в твоей жизни, как ты отреагируешь? Я от Бога уйду. Серьезно. Да ты не побеждаешь. Ты даже до второй победы не дошел. Ты вошел в первую победу. Ты сказал – Господи, прости меня. Это потрясающе. Первую победу ты одержал. Но вторую победу ты не одержал. Ты не одержал вторую победу, и ты не пошел дальше. Ты не пошел на следующий уровень. Послушайте. Ты не пошел к следующему. Если я покаялся, но не пошел дальше, что толку от всего моего покаяния? Я движусь дальше. Я движусь до следующего уровня. Я движусь в Царство Божьему. Я движусь на другой уровень. Я хочу, чтобы вторая смерть не имела на мною власти. Третий уровень. И вот здесь находим до третьего уровня. Это написано, вторая глава, 17 стих. Это пергамская церковь. Вторая глава, 17 стих. Очень важно, чтобы вы услышали, потому что вот это ключевой. Здесь сказано так. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит сокрам. Побеждающему дам власть вкушать сокровенную манну». «Побеждающему дам власть вкушать сокровенную манну». Подумаем. «Дам ему белый камень, и на камне написано новое имя». Так, новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Интересно. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Подскажите мне, что такое манна? Манна. Давайте вспомним в Старом Завете. Что-то было связано с манной? Это не манная каша, пожалуйста, не путайте. Это не манка. Манна. Манна. А, точно, это же было во время Моисея, когда они были в пустыне, и на них с небес шла манна. И они, не нужно им было работать и трудиться, манна сама приходила, они просто собирали ее и ели. Манна небесная спускалась на них. Окей. Давайте, я хотел бы с вами пообщаться. Дорогие мои, кто сейчас смотрит меня, я хочу обращаться, сколько видов манн было у них в Израиле? Я обращаюсь к всем, кто сейчас меня смотрит в Доме Веры. Мне нужны ваши комментарии. Сколько, сколько, это третья победа, о которой мы говорим. Сколько видов манн было? Давайте. Сколько видов манн? Кто-нибудь может мне родить мысль? Сколько видов манн было? Сколько? Кто-нибудь мне может? Татьяна Стомина, давайте. Александр Сокоменогорска, Слава Царь. Алена из Москвы. Лариса из Кирова. Дмитрий Пастор, давайте. Эльвира из Украины. Давайте. Сколько было манн? Не нужно, чтобы вы мне дали ответ. Вопрос. Вопрос всем нашим зрителям. Вопрос каждому человеку. Сколько было манн? Сколько? Кто-то скажет. Одна манна, да? Сколько было манн? Давайте вспоминаем, какая манна была. Мне важно, чтобы вы двигались, немножко размышляли. Итак. Каждый день была новая манна, говорит Александр. Хорошо. Замечательно. Алена говорит, три вида. Замечательно. Давайте вспомним. Была субботняя манна. В субботу манна не выпадала. Выпадала только... Была обычная манна. Вот Марина Казанская говорит, два вида манн было. Ага. Ну, смотрите, у нас собрание разделилось. А Эльвира Клочко говорит, вообще была одна. Так. Ну, приплыли. Приплыли. Итак. Одна, две или три манны было. Вот у нас такой разговор сейчас ступает. Итак. Была манна, которая падала каждый день. Кроме субботы. Понедельник, вторник, среда, четверг. И воскресенье. Падала манна. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. Падала обычная манна. Что с ней происходило? Срок хранения был один день. Если ты берешь больше, чем надо, манны, она у тебя покрывалась червями. Бог учил, тебе не нужно брать лишнюю манну. Возьми то, что тебе надо, и все. Сколько съест твоя семья. И они научились. Не бери лишнего. Не бери лишнего. Окей. Вообще, знаете, все существа в природе, они не берут лишнего, кроме одного человека. Он все время лишнее и ест лишнее. Я не видел, чтобы слон лишнего ел. Я не видел, чтобы кто-то что-то лишнее ел. Но люди постоянно берут лишнее. Не бери лишнего. Первая манна – это манна однодневная. Вторая манна. Вторая манна, она была субботняя манна. Она выпадала в пятницу. И срок хранения был два дня. Два дня. Это второй вид манны. Она была двухдневная или шабатняя, субботняя манна. Она выпадала в пятницу. И два дня она хранилась. Потом пропадала. Так. Отлично. Теперь Александра из Каменогорска. Вопрос. А третья манна была или нет? Если у одной был срок хранения один день, у второй был два дня, была ли третья манна? Ангелина, какая была третья? Давайте. Вот я вижу, там люди мне пишут комментарии. Очень интересно. Какие? Лариса Эрвиз Ричмонтон. Подскажите, какая была третья манна? Вспомните, где была третья манна? Еще одна была. Она была спрятана. Она была положена. И она хранилась не один день, не два дня. Она была долгого сохранения. Сокрытая манна. Спрятанная. Моисей собрал ее и куда-то положил. Куда? Моисей положил сосуд с манной, у которой срок хранения. Криворог Татьяна абсолютно права. В ковчег положил Моисей. Абсолютно верно. Таня, вы выиграли сегодня приз. Конечно же, в ковчеге. Алена также правила. И Слава. И Александра. Ну, люди дорогие. Ну, вы просто молодцы. Все. Все. И Алена из Москвы. Все. Ну, просто. Конечно, в ковчеге. Марина Казанская тоже написала в ковчеге. Молодец. Это была третья манна. Сокрытая манна. Спрятанная. Сокрытая манна. Окей. Снова читаем. Откровение. Третья победа. Первая победа. Первая победа. Первый уровень побед. Первый слой. Начало-начало. Вкусить от древа жизни. Вторая победа. Это не потерпит вреда второй смерти. Третья победа. Очень важная третья победа. Снова читаем. пергамская церковь 17 стих 2 главы 2 глава 17 стих дорогие мои побеждающему дам вкушать посмотрите вот здесь 17 стих имеющий ухо слышит да слышит что дух говорит церквям побеждающему дам вкушать сокровенную манну я задумался господи а чего а где ковчег хранился он был под крышкой а где был он под крышкой святом святых а что в ковчеге было там было еще несколько вещей там был жезлорона расцветший и две скрижали с 10 заповедями потрясающе и сосуд когда писание господь говорит побеждающему дам вкушать сокровенную манну говорится о цветом святых что побеждающий сможет войти в святое святых и вот это поворотный момент послушайте когда мы говорим о еде в первом стихе в первой победе побеждающему вторая глава 7 стих вторая глава 7 стих написано побеждающему дам вкушать от древа жизни это первое это вхождение в царство побеждающему дам вкушать от древа жизни мы будем кушать мы будем кушать я съем от древа жизни я не знаю что это я съем от древа жизни в последней главе в откровении об этом написано но теперь смотрите проходит, потом не дам не потерпит от второй смерти потом третье он будет опять кушать он будет кушать от сокровенной манны сокровенная манна находится в сосуде, сосуд находится в ковчеге, ковчег находится в святом святых над ковчегом крышка, а над крышкой два херувима, которые охраняют Божье присутствие и над крышкой ковчега Божье присутствие Бог обитает над ковчегом, окей побеждающему дам кушать сокровенную манну это значит, что нам необходимо войти в святое святых и вот это поворотный момент войти в святое святых если мы не войдем в святое святых мы не будем кушать от сокровенной манны хотите добиться успеха вам нужно войти в святое святых только если вы войдете в святое святых вы добьетесь успеха только если вы если вы осознаете святое святых это для каждого из нас войти в святое святых аллилуйя слава, слава Иисусу Христу ковчег находится в святом святых в Божьем присутствии нам нужно войти сквозь завесу только раз в год первый священник мог заходить в святое святых его за веревку держали чтобы он нам не погиб если погибнет чтобы вытянуть его можно было священник должен был мог входить в святое святых люди дорогие дорогие мои когда здесь говорится о победе это следующий уровень победы когда ты входишь в общение с Богом и если ты входишь в общение с Богом еще раз откройте пожалуйста 17 стих 2 глава 17 стих и имеющий ухо слышит да слышит что дух говорит церквям побеждающему дам вкушать сокровенную манну Бог разрешит тебе войти в святое святых и даст тебе новое имя или предназначение мы говорили о новом имени мы говорили об именах Бог дает предназначение ты Симон теперь ты Петр ты кто Яша да Яша хитрый теперь ты Израиль избранный новое имя предназначение судьба Мы говорим о новом имени как о Божьем присутствии. Он дает имя, он добавляет к твоему имени свое имя, которым он тебя будет воспринимать. Он меняет твою сущность. Яков, теперь ты Израиль. Раб Яков, Израиль возлюбленный, так говорится в Писании, даст кушать сокровенную манну. Многие хотят начать служение, многие хотят сразу же евангелистами, не входя в святое святых. Если ты не входишь в святое святых, ты не можешь, послушайте, ты не можешь рассчитывать иметь дальнейшие победы. Нельзя перескочить. Многие хотят сразу же в служение. Четвертая победа. Первая, вспоминаем древо жизни. Непотея предреда второй смерти. Третья, кушать будет сокровенную манну. Четвертая победа. Вторая глава. И стих 26. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. 26 стих. Тому дам власть над язычниками. 27 стих. И будет постиг жезлом железным. И как сосуды глиняные не сокрушатся. И как я получил власть от отца моего. 28 стих. И дам ему звезду утреннюю. Имеющий уши. Ухо слышит. Да слышит, что дух говорит церквям. Итак. Следующий уровень. Когда мы выйдем из святого святых с камнем. С новым именем. Следующий. Седьмой. Ой. Четвертый уровень. Власть над язычниками. Апостольство. Мы говорим об апостольстве для язычников. Будет постиг жезлом железным. И они сокрушатся перед Господом. Как сосуды глиняные. И дам ему звезду утреннюю. Послушайте. Очень важно. Что это уровень власти. Здесь Иисус говорит. Они сокрушатся. Как и я получил власть от отца моего. Как и я получил власть от отца моего. Так и этот человек получает власть. Другими словами. Этот уровень. Активного служения апостольского. То есть мы говорим. Первый шаг. Вкусите древо жизни. Второй шаг. Не отпасть. Чем бы дитя не тешилось. Лишь бы не погибло. Побеждающий не потерпит вреда. Третий шаг. Вход святой святых. И камень с новым именем. Четвертый шаг. Апостольская судьба и предназначение. Апостольская жизнь. Хождение в апостольском помазании. Апостольское избрание. Получить апостольское избрание. Аллилуйя. Это очень серьезный и важный шаг. О котором мы с вами будем говорить. Итак. Переходим на четвертый уровень. Вышли святым святых. С камнем. С новым именем. Предназначением. Теперь. Бог посылает тебя в народы. Многие люди хотят. Чтобы Бог их послал в народы. При этом они не хотят. Войти в святое. Святых. А зачем мне святым святых? Зачем мне эта сокровенная манна из ковчега? Если ты дойдешь святой святых. Дойдешь и Бог даст тебе и скажет. Ешь манну из ковчега. Быстренько. Сокрытую. Тогда переходим на следующий уровень. Апостольство. Служение народам. Многие из вас хотят служить народам. И это хорошее желание. Кто епископское желает. Доброго дела желает. Хотите быть служительными. Хотите достигать. Хотите быть влиятельными. Аллилуйя. Хотите власти хотите. Да. И вот здесь очень важное. Будет пасти. И дам ему звезду утреннюю. И жезл железный. Потрясающе. А на этом уровне Бог начинает направлять нас. И отправляет на служение. Аминь. Идем к следующему. К пятому уровню. Я долго задерживаться не буду. Потому что у меня очень мало времени. Я должен успеть все завершить. Пятый уровень. Сардийский. Это третья глава. Откровение третья глава. Пятый стих. Побеждающий. Три пять. Откровение три пять. Побеждающий обличется в белые одежды. И не сглажу его имени из книги жизни. И исповедую его имя перед отцом и перед ангелами. И имеющий ухо слышит да слышит. Побеждающий оденется. Вообще здесь уже целый. Следующий уровень. После активного апостольства мы идем. Побеждающий оденется в белые одежды. Следующее. Не сглажу имени его. Помните тогда, когда мы были в святом святых. Нам дали камень с новым именем. Теперь опять про имя говорится. Не сглажу имени его из книги жизни. И следующее. Исповедую имя его перед отцом моим и ангелами его. Вот здесь очень важный момент. Имя будет исповедано. Не все имена прозвучат перед отцом. Многие придут в тот день и скажут. Господи, Господи. Отворяй ворота, а не твоим именем. Он скажет. Я вас не знаю. Исповедую имя. Это мечта, чтобы твое имя было исповедано перед отцом и ангелами его. Это мечта, чтобы твое имя было озвучено. Чтобы о твоем имени узнали. Это мечта. Я мечтаю. Все люди здравые мечтают, чтобы Бог узнал тебя. Он, Моисей, сказал. Я назвал тебя по имени. Для многих людей Бог называет их народ. Дети мои. Народ мой. Если Бог называет тебя по имени. Это что-то особенное. Назвать по имени. Он назвал меня по имени. Когда. Знает ли Бог ваше имя? Конечно, знает. Исповедовалось ли ваше имя перед отцом и ангелами его? А, большой, большой, большой вопрос. Очень большой вопрос. Открылось ли ваше имя перед отцом и ангелами его? И в этом смысле я не очень уверен. Я не очень уверен, что это так и случилось. Исповедовалось ли ваше имя перед отцом? Если вы продолжаете побеждать, вы доходите до уровня одежды. Когда дается одежда белые. Особенно одежда. Одежда это знак власти. Если посмотрите в армию, одежда определяет. Они по форме определяют. Узнают друг друга. Кто ты? По званию и так далее. Отдается одежда власти. Смотрите, как это написано. Побеждающий один из себя. Не сглашу имени из книги жизни. Исповедую имя его перед отцом и ангелами его. Некоторые имена известны перед отцом. Но не все. Я хочу, чтобы ваши имена были известны перед отцом. Идем к следующему уровню. Шестой уровень. Послушайте, мы идем из шага в шаг. Шестой уровень. Это откровение 3 глава, 12 стих теперь. 3.12. Откровение 3.12. Побеждающего сделаю столпом колонной в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон. Момент, когда ты входишь в храм Божий и не выходишь. И напишу на нем имя Бога моего, имя града моего, Новый Иерусалим, нисходящего с неба от Бога. И имя мое новое. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Очень важно, что Дух говорит всеми церквям. Шестой уровень. Стать столпом в храме Бога. Уже не выйдет вон. На некоторых столпах держится сегодняшний храм. Не все люди являются столпами. И я обращаюсь к вам. После многих побед ты приходишь в состояние, когда ты держишь. И фактически храм держится из-за того, что ты есть. Ты входишь и ты становишься столпом. И более того, ты становишься носителем имени. Помните, когда вы были в святом святых? Вам дали камень с новым именем. Потом вы получили власть над истечниками. И следующий уровень, пятый уровень. Ваше имя исповедано перед отцом. Ваше имя исповедано перед отцом и ангелами его. Но теперь что-то происходит новое. Вдруг, вы являясь столпом, на вас становится написано новое имя Бога, имя Иерусалима и новое имя Иисуса. Когда вау, что-то происходит, ты становишься носителем Божьего имени. Столп, он держит. Он держит все здания. Колонны держат все здания. Здания нужны колонны. На них оно основано. На них оно держится. И когда мы говорим о столпах, мы говорим о колоннах. Это уровень, когда от этих людей, которые несут сверхъестественное помазание, силу. И более того, они несут фундаментальность в христианство. На этих людях держится церковь. Держится храм. Потрясающе. Это уже шестой уровень. И седьмой уровень. Третья глава, 21 стих. 3, 21. Написано так. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Потрясающе. 3, 21. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле его. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церковь. Еще раз в конце я сделаю такой маленький обзор. Первый шаг. Мы будем вкушать от древа жизни. Второй шаг. Вторая победа. Мы будем... После того, как мы вкусим от древа жизни, второй шаг. Мы будем... Не потерпим вреда. Третий шаг. Шаг за шагом мы движемся от уровня в уровень. От победы к победе. И вот эти семь уровней. Первый уровень. Войти в Царство Божие. Второй шаг. Не потерпеть вреда второй смерти. Третий шаг. Войти в святое святых. Кушать манну сокровенную. Опять кушать. Мы кушали в первом шаге. В третьем шагу. И вам даст имя новое на камне. Дальше. Пасти язычники. Апостольство. Дальше. Исповедуй имя его перед отцом и ангелами. Дальше. Будет столпом. Будет столпом в храме Бога. И следующий шаг. Сядет на престоле. Столпом и будет носителем Божьего имя. Седьмой шаг. Сядет на престоле и будет править. Аллилуйя. Если вы попали в Божье Царство, это не начало, не конец. Это начало вашего пути. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь. Да явит свою славу. Да наполнит ваши жизни. Да откроет окна небесные. Да и зальет от Духа Своего на вас. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да даст Господь вам возрастать в Духе. Даст вам подниматься из уровня в уровень. Из победы в победу. Пройти все всем побед и сесть на престоле. Аминь. Благословляю вас, драгоценные. Очень люблю. Ценю. И в конце хочу сказать спасибо за ваше участие, партнерство, за вашу дружбу. Спасибо за то, что вы присутствуете здесь и каждый день вместе со мною. Я благодарю и благословляю всех вас. Особенно благодарю тех людей, которые не просто слушают, а принимают активное участие. Ваши десятины и приношения помогают нам распространять Евангелие. Принесите все десятины в дом, а здесь дом веры, в дом хранилищ, чтобы в доме была пища. Я вас благословляю, чтобы вы дошли и сели до престола. Я уж об этом буду заботиться, чтобы вы побеждали из уровня в уровень, ибо я здесь присутствую каждый день, кроме субботы и понедельника. Благословляю вас именем Иисуса Христа, благословляю каждого, ценю, благодарю. Во имя Отца и Сына Святого Духа, во имя Иисуса Христа. Аминь. Встретимся завтра. Будьте благословены. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сианелл и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok